Елена Александровна, с победой. Ваш комментарий по игре. Спасибо за поздравление. Мы готовились к этому матчу, знали, что соперник будет действовать так агрессивно впереди. Говорили про быстрые атаки. В принципе, что и происходило. Очень хорошая команда. Очень быстрая, физически хорошо готова. Молодцы девчонки, что смогли забить быстрые мячи. К сожалению, не смогли реализовать то, что складывалось во втором тайме. Я думаю, что по игре и такой будет нам тренировка, подготовка к Турции касаемо быстрых атак, то, что будет делать и Турция. Тем не менее, уже середина тайма 3-0 и потом ни одного забитого мяча. С чем все-таки это связано? На мой взгляд, с реализацией все равно в большей степени. Плюс, естественно, на фоне усталости уже появились разрывы между линиями. Было видно, что за счет этого нас скрывал соперник. Очень много сил тратили на оборону, потому что не могли здесь на их половине агрессивно накрыть. И, естественно, оголялись зоны. И могу сказать, что много сил потратили футболисты на отбирание мяча, на вот эти встречные быстрые атаки. Довольны тем, что сегодня сыграли на ноль? Ну, конечно, учитывая, что у нас тоже какие-то свои проблемы. И футболисты справились. Самое важное – это ноль в воротах. И очень хочется, чтобы с Турцией было то же самое. Ноль в свои вороты. Матч в Турции уже совсем скоро. Как будут проходить эти дни подготовки? Ну, завтра мы дадим отдохнуть футболистам. Может быть, сделаем что-то в виде восстановления. А дальше в плановом режиме две тренировки. Как раз у нас будет предыгровая и такая стандартная. Что скажете по Турции? Был уже с ними матч. 4-2 выиграли. Ну, на мой взгляд, они чем-то похожи с Косово. Особенно в атакующих действиях, что есть сильные индивидуальные игроки. Очень здорово действуют на стандартах. Мы это видели. И больше дальних ударов. Здесь пытались все-таки футболисты довести до верного, давать проникающие передачи. Там больше берут на себя инициативу футболисты. И могут, в принципе, ну так, скажем, потрепать нам нервы в обороне.